всем привет с вами с нами варю мы продолжаем называем кота солдже так мы доходим уже почти до фестиваля мы остановись на том что помогали ханка найти нелетимые кажется знаем где она сейчас будет дойдем до нее да вот это я читал уже все равно начнем ученики проходят мимо даже не взглянув на нас и ханка снова занимает место рядом со мной а я отступившая была тревога снова возвращается она не расслабляется даже когда мы доходим до третьего этажа не то чтобы я не был знаком с застенчивыми людьми или даже с девушками но ханка свои боязни людей выходит далеко за рамки которые я бы назвал нормальными есть выделение не выступила в качестве посредника сомневаюсь что ханка могла бы вот так и терян рядом со мной она полностью закрывается присутствии других людей остатки прогулки до класса или проходит напряженной тишине пока я сожалею а ее полный неспособности общаться когда мы поднимаемся на нужный этаж гол из класса лили становится слышно во всем коридоре я такого шума не ожидал ну думаю мы ее нашли это было несложно не заходить не заходила ли ханка сначала сюда а потом ко мне за подкреплением ну если это так значит она начинает мне немного доверять это определенно хорошо наконец мы доходим до двери класса 32 ханка прячется у меня за спиной и я открывать дверь ее глупый какой тут внутри царит рабочая обстановка все ученики разговаривают одновременно работая каждый над своей задачей судя по банкам с краской украшениями и изготовления с растяжками они готовятся к фестивалю думала в первую очередь надо найти религи вот она на тюре среди не разберись от оказывается удивительно просто не в последнюю очередь из-за ее внешности она стоит передней части класса с низкими учениками собравшимися вокруг нее и сразу видно что она главна по подготовке или как минимум занята раздача указаний а сразу наступая между учениками с горблями на полу из-за недостатка места на партах я по привычке поднимаю руку когда мы наконец доходим до лили привет ли она перестает говорить с одноклассницей заметно наступающие в росте и поднимать голову внимательно прислушиваясь простите кто а извини и сао и ханка со мной привет она очень стесняется учитывая количество людей вокруг нетрудно понять почему или на секунду замолкает чтобы оценить ситуацию а совсем опять переключается на другого ученика пока мы пока попроси совету мэри кензи уже занят рисует один из пакатов быстро кенов она уходит осторожно скользя пальцами вдоль стены для ориентации стоп кензи тот самый кензи я быстро оборачивалась наклонившись чтобы заглянуть на за ханка ошибки быть не может в углу комнаты действительно скрыть включился кензи разрисованный кусок ткани его глаза находится несколько сантиметров открыть от кисти напоминаю насколько близко ему нужно подойти чтобы различить мое лицо очень жаль у нас в классе мало учащихся хотя бы частичное зрение так что на них большой спрос верно ведь класс 32 специально для учеников с плохим зрением им должно быть тяжело готовиться к фестивалю нужна помощь я бы мог помочь если нужно и и ханка наверное тоже если чем-то и занять и это подойдет ей на пользу но сомневаюсь что у нее хватит смелости спросить напрямую после моих слов она быстро кивает подтверждая догадку о том что я сделал верный ход блин или вздыхая с облегчением о какое облегчение теперь мы возможно закончим прежде чем все разойдутся на ужин не могли бы вы помочь человеку который рисует главное пока это большая задача но помочь ему никому никому кензи конечно она кажется удивлена что я его знаю что и не удивительно это понимаю вы встречались мы живем в соседних комнатах в общежитии очень трудно разминуться приятно видеть что ты так быстро заводишь друзей вдруг интересно подходящее ли это для него слова молчание ханка напоминает мне о причине по которой я вообще вызвался помочь тогда мы пойдем помогать он знает что нужно делать так ведь именно это будет проблем если будет проблем не спрашивайте хорошо соглашается мы с ханка пускаемся в очередное путешествие через класс кензи сидит на полу сгорблены не отрывая глаз от белого полотна перед собой привет кензи и нет это он продолжает водить кистью по большому половину раскрашенному и ругали фон начерченному карандашом кензи а что кто это если он так общается с наклассниками то не удивиться что он работает один это я хисал из да да знаю чего но но что ты здесь делаешь его перенабрежительные отношения меня раздражает наверное он из тех кто полностью статачивается на работе и терпеть не может когда его отвлекают звук шагов ханка выходящий у меня из-за спины напоминает о ее присутствии я собрался помочь пока там точнее мы с ханка привет а привет никаких проблем как только там присоединяется ханка его отношение меняется на совершенно противоположное его внезапное ложное радуши немного тревожит а точно женщины теперь кажется что возможно это было не такой уж хорошей идеей мы с ханка не хотя опускаемся с противоположной от кензи стороны плаката заметив несколько небольших баночек краски на полу вокруг него класс 3 2 кивокс с лапшой вы будете продавать лапшу на фестиваль в воскресенье да будет несколько киосков или вроде того вроде того его кончевая манера вызывает у меня серьезное подозрение но дело прежде всего так как ты хочешь разделить работу мы делаем края а ты текст или хочешь поменяться и делать края текст мой делайте края оказывается он серьезно к этому относится когда я только готов взять кисть замечаю что ханку уже решает какой выбрать цвет к моменту когда я притрагиваю скисти к материи она уже начинает работать над сложным узором похоже моя идея отличие от окружающих сработала мы вторым принимаем молча работать но все темно-синь штрихи правда сперва кензи уклоняется ко мне и заговоры заговора щенки шепчет пользуясь тем что ханка были класс работы ладно чего зачем ты здесь ханку попросил помочь найти людей вот и все видно что мы от этого в столько у него не вызывает я понял похоже я тебе недооценил ты внедряешься до работаешь под прикрытием опять веянинское нашествие ну ты что-то блин а следовал будет догадаться не сказать всей правды возможно будет лучше чем от преды сграть или здесь ты здесь именно за этим ясное дело отстой конечно но нет лучшего способа получить разведаны чем пойти в разведку самому нам надо держаться месяц чего это суровая школа суровый мир да очень суровые он не понимает истинного смысла моих слов отклонившись назад удовлетворенно моим помню согласен лучше принять приняться за работу готова у меня вроде тоже хорошая работа мы соединяем на линии своих узоров я пытаюсь скопировать свой у нее как можно в точнее я кряхтя поднимаясь пола и оглядываюсь кроме нас ханка в классе только кензи заканчивая надпись а также или и пара учеников болтающие между собой это неудивительно ведь судя по часам время позднее тебе помочь я протягиваю руку ханка и она поднимается ухватившись за нее и не могу держаться от взгляда на ее запястье если шрам простирается даже подсюда то нас насколько велик обожжен участвует тело но я все же чувствую укол вины когда она прикрывает запясть другой рукой неплохо выглядит правда она заметно но потом понимает что я говорю о плакате да наверное и улыбку следствует о том что она горда результатом какие поскольку украшение сейчас убраны на парты и полки пол стал гораздо свободнее и добра задали противоположен конца класса оказываться легче мы закончили пока видимо это все что было нужно и и признательно кивает спасибо хиса ханка как я могу вас облагодарить не стоит все лучше чем сидеть комнате над учебниками мне тоже было не сложно и кибать и вдруг вспоминает кое о ком еще о кензи еще здесь как только я открываю рот кензи подает голос другого конца комнаты да как раз закончил он осторожно кладет плакат на свободную полку чтобы тот высох и быстро проходит мимо нас за две увидимся чувак пока последние два ученика попрощаться в цели прежде чем тоже идти и мы остаемся втроем ну похоже все ушли надеюсь нам не придется делать что-то подобное снова работать после уроков именно планы класса в этом году были амбициозным может даже чересчур но кивоски красивые согласен она права видно что на них потратили много усилий вот как уверенно многие из наших ребят были бы рады это услышать в любом случае теперь до фестиваля создать как много работы я сажгаю где-то когда будет фестиваль будет разделена на дверь и не рута один на ханку другой на вере яс пройдут эти сразу два но начало один потом 2 а вот какой это вопрос будет время месяца к ночи можем пойдем думаю это хорошая идея ты тоже возвращайся в офис жития киса да думаю прогуляюсь с вами ночью светив фонарей сады выглядит абсолютно по-другому по сравнению с обычным видом буйной зелени сейчас выкуп намного спокойнее тут роль играет и отсутствие учеников учитывая поздний час только пару другая другая ребят мечется в общежитиями обратно пытаясь урвать побольше оставшихся свободного времени до отбоя слышны только наши шаги и легкая потус постукивание трости или по земле хорошо наконец немного расслабиться после машин суеты в школе не успеет похватиться я тихонько зевая устал да наверное еще не привык к круговороту событий но та ситуация сумма меня застал располаг я стискал зуба невольно напомнив об их публичные перебанки однако я хочу выяснить тоже ради всего святого что за этим стоит а насчет это россии что тебе пришлось стать невольно свидетель нашей ссоры мы сезона у нас это давно его становится немного раздраженным когда она вспоминает про седина даже эту тему я думаю она обсуждать не захочет я смотрю на хана к цели узнать что она об этом думает но по выражению лица трудно что-либо понять в любом случае думаю извинение ли дорого стоит даже если мое любопытство остается неутомленным как бы то ни было я буду рада когда фестиваль закончится смена тема быстро разряжает атмосферу представляю фестивале моей старой школе были куда скромнее чем этот я мог отставить идею школьного сообщества поэтому персонал любит устраивать вести варь и подобные мероприятия а вся работа ложится на учеников мир неисправедлив ханка или смеясь соглашается радуясь тому что никто из работников школы сейчас не слышит наших жалоб думаю в ямаку не помогло помогло то что я перевела сюда из пансионана для девочек здесь по сравнению с ними гораздо спокойнее этого много объясняет ее благовоспитанные речь и поведение когда мы подходим к общежитиям приходит и время расходиться по комнатам у им зелий ханака обе вежливо кибает прежде чем отправиться в сторону женского общежития расположена рядом с мужским как и следует ожидать от местного клада и подруга ходит охранник готовый пересечь любые ночные безобразия проходя мимо него я быстро тягиваю руку и против потираю шея побаивающе после долгой работы на полу затем иду в свою комнату хорошо все же когда есть цель пояса долгое время проведенной больнице жизнь мире каждодневной учебы домашних заданий и учителей кажется практически богословением думаю если так будет продолжаться я неплохо проведу время в ямаку я чувствую себя настолько уставшим что ставлю будут денег на такое позднее время на какое только мог мог могу себе позволить чтобы не опоздать на первый урок я вспоминаю голос фетчера нудящий от утренних пробежках компенсирую и пожалуй прогулку прогулкой завтра после школы ими небось с любом случае будет все равно я просыпался прямой горячий душ первое что я вижу по возвращении комнату знакомая ряд лекарств на трубочки и он как обычно гоняет не в тоску это напрягает я думал будет нормально я думал что с этим пересилил себя на самом деле я позволю себе забыть о том что у меня проблема нахождение здесь возвращать меня к реальности а попытки бороться с ней только ранят а такие размышления ранят еще больше я подобно уже занимался месяцами видимо пора с этим решительно к покончить если я позволю себе забыть о том что моя жизнь небось той же длины как у других я ни к чему не приду быть может моя жизнь и не такая как у других но она все все еще продолжается вот таком ключе и будут мыслить я глотаю привычную пригоршину таблеток пытаясь прогнать внезапно нахлыношное уныние затем собираюсь чтобы добраться до класса как обычно пораньше выйдя в коридор я замечаю как кензи крядущий словно нинете с большой сумкой на перевес почти беззвучно прокладывается мимо меня к дверям своей комнаты последний момент я его откликаю здорово он подпрыгивает от неожиданности а привет чего я тебя не заметил очень встал думал он меня даже не увидел но это неважно куда-то ходил так рано за покупками не не за покупками когда мне нужно ходить к учителю математики то я подумал что хорошо было бы узнать когда следующий экзамен ведь он говорит заранее есть спросить за что в сумке думал сходить за покупками раз уж выброс на улице мне нужны припасы что продолжать борьбу против великого фемининского на заговор а понятно я думал ты не выходишь наружу я теперь но и ношу шляпу лучше не говорить ему что на нем нет шляпа между нами воцаряется неловко молчание и кензи нарушает его медленно открывая дверь скрип который только придает моменту еще больше неловкости он ставит сумку комнаты и закрывать дверь ты меня удивляешь изменил свой обычный спорядок чтобы разузнать дату экзамена и там таки проявляешь на себе себя прилежь учеником стараешься ухватиться за любой возможность подготовиться получше я не готовлюсь к экзамену я просто хотел знать дату я на него конечно сажу не нужно знать в какой день нельзя пропустить урок он обычно по телефону подобное фильм не сообщает так что пришлось мне самому идти и спрашивать зачем тебе выходить если ты можешь знать по телефону я не ношу телефон пиши до ты оставляешь его дома не и не пользуюсь телефоном у меня нет телефона телефона нет мнение вы его почему и не телефоном у тебя может не быть телефона совсем нет нет телефона мне просто не нравится телефона на самом деле я их боюсь не знаю почему наверно это какая-то подавленная травма ну короче говоря когда я слышу как звонить телефон начинаю нервничать моя самая страшная тайна на этот счет две теории либо я боюсь получить какой-нибудь неясный завещать судьбой носа верховой звонок либо меня когда-то избили телефона так сильно что я не могу этого вспомнить или по голове ну а куда еще меня могли бить так что я теперь не могу вспомнить по заднице неожиданно логично я чисто себя подавленным понимаю что разговор более или менее подошел к концу кинзи открывает дверь и собирается войти ладно пойду я спать чувак хорошего дня урок начнется уже минут через 20 я сегодня уже кое-что сделал слишком устал чтобы идти на занятия и тебе нужен бальзам для губ я случайно купил два думал что они начали продавать пальчиковые батарейки поштучно спасибо не надо как хочешь чувак бальзам для губ ведь больше ты мой он поспешно скрывается в своем блоге наконец-то позволил мне пойти на урок по парке обычаю я прохожу на утренний урок далеко не один не один из них и сперва они они сперва напротив почти все кажется уже здесь машинство одноклассников я уже знаю в лицо хотя их имена все ускользает из памяти урок тянется очень нитерапиво думаю я начинаю входить в ритм школьной жизни я перестаю беспокоиться за то чтобы писать конспекты и проявлять через чрезмерную внимательность первые дни на уроках я был довольно нервным тем временем мута заканчивать свою лекцию об электричестве и не прерываясь переходит к теме фестиваля как вы знаете фестиваль состоится поздно завтра надеюсь все ваши проекты будут в этом году иметь успех после завтра желаю всем приятно провести время пожалуйста не забывайте истинное значение фестиваля игры жареная еда и миша получать по голове хороший хороший удар класс взрывается смехом и я тоже да спасибо микадо не имею ввиду конец продолжение тонет в зоне колокола возвращающий большую переменок если начинать собираться вот он некоторое время размышляет стоит не продолжать но поскольку его чужие никто не слушает сдается и садится за стол когда коридор юна настойка насколько обычным бывает людно в коридорах этой школы большинство учеников направлять столовую из а так сегодня собираюсь предложить тебе супер эксклюзивный ланч ланч и привилеги насладиться им в приватной обстановке в компании двух сногсшибательных рассолок это вторая ее игривое приглашение эхо расскактывается по коридор даже несмотря на то что он по народу и не принимает уверенную позу и будто пытаясь обыграть свой забавный внешний вид выпечу довольно скромную грудь пока цвы пальцем символ победы в зачистую матчем чему обязан чести быть приглашенным ты стоял здесь таким одиноким печально видом что я подумаю что компания тебе не помешает самая утречающая из печей который только можно представить ну так как ты наверное действительно одинок или иначе все равно придешь целого есть эту шутку еду в полной одиночестве я шучу шучу конечно я приму твое предложение с удовольствием пойдем на крышу на крышу почему на крышу потому что там мы едим если туда не поднимусь тогда она вероятно уйдет и я уверен останется голодных потому что никогда не приносит еду с собой так вот пойдем так не ответив на мой вопрос и не ожидая ответа от меня она хватает меня за руку и тащит под коридором подруги пытаюсь завести разговор откуда у тебя лишний ланч и именно от улыбается на самом деле это вчерашний теперь меня пошла бегать и забыл его съесть вот она как лестница на крыше выгодить заброшенная но я явно недавно использовали она ведет двери на которой отсутствует замок интересно что закрабли с ним замок и не толкая дверь и бодрый выходит на залитую солнцу крышу внезапно словно если откуда перед нами возникает высокая темная фигура незнакомца имя отступает назад едва ли падая с лестницы эрин ай привет ух ты меня упугали ну да постой это случайно не привет глаза видя что ирина обращаться ко мне и мисс либо просто смотрит на меня вы знакомы я смущен глаза вижу на это она твоя подруга рим приключается взгляд на облака поплывающим не или на школы не знала что ты знакома с этим с этим человеком теме с этим неловко молчание длится всего пару секунд затем и не хихикает забывая об удивительном сопровождении я пригласил их стиха я пригласил кисова на матч если ты его знаешь что это даже к лучшему а значит не еда не достанется или ты его пригласила из на вас без и ланча м не то что не другое у меня еды на по троих предусмотрительно согласен пока я стою под башней с часами проникают здешней атмосферы девушки отходит на противоположный конец крыши кроме нас тут никого нет думаю в этой школе крышу и так приятно как в остальных по краям оставлено несколько обвешенных скамеек и столиков вероятно кто-то сделал попытку придать этому месту и такой заброшенный вид мелкий грей покрывающий крышу шуршит ногами я бросаю взгляд на школьный двор и окрестности школы через течение заграждения по двору перед столовой прогуливаются парочки и группы учеников на титуле под продуктового магазина расположена неподалеку заезжает несколько грузовиков откуда-то доносятся лая сторожевой собаки когда когда я глажу на панораму на меня почему-то накатывает почти остязание ощущение нехождения в великом городке на маленьком городке самотошная жизнь больших городов кажется здесь чужой и древелкой никому не приходится мчать мчаться чтобы успеть на автобус будет вопрос жизни и смерти или терпеть мир мерцание неоновых лап и дорожные пробки я гляжу на новый родной город даже если она останется таковым только на какой-то год и при мысле об этой новой жизни на меня накатывает волна оптимизма внезапная болезнь и вынужденный переезд свалилась на меня словно снег на голову так что у меня не было времени подумать как я могу как я к этому отношусь выходя из тени башни я спину чувствую теплое прикосновение солнечных лучей на чистом лазурном небосводе ярко светит солнце проходы прохладный порыв ветра заставляет меня не немного поежиться он несет аромат деревьев и цветов а я не смог и выхлопные газы как было еще пару недель назад эмистрин садилась на скамейку и достает из сумки три контейнера один большой и два поменьше давай же хисао чего же ты ждешь двигаясь чтобы освободить немного места на маленькой скамеечке она приглашает меня присоединиться я сужу с самого края чтобы не стесняться остальных на такой прохладной лавке каким-то чудом умещаемся втроем впечатающий вид подавляя спешок эми ставит одну коробку с едой перед рин а вторую протягивает не вот плач как я обещала ничего себе домашнее приготовление я впечатлен ого выглядит просто здорово спасибо я и я сама их готовлю когда есть время разговор затухает и я принимаюсь жевать съев пару кусков я поднимаю взгляд и вижу как рин ловко открыл открыв коробку сует в рот вилку с едой орудия только ногами для меня это уже не диковинку но я все равно поражаюсь той ловкости скопирована все это делать это лишь не раз напоминает мне о том где я нахожусь прыгнули когда-нибудь подобным зрелищам я вообще не уверен хорошо или плохо привыкать к этому не будет ли это означать для меня полная потеря надежды не возврат не возврат к обычной жизни или только то что я стану лучше понимать окружающих от этих мыслей меня отвлекает вид эми которая набрасывает на еду словно оскорбил ее предков похоже ты голодна она понимает взгляд энергично при этом жуя затем проглатывает и кивай утренней пробежки всегда возбуждать аппетит это здорово так я быстрее разделалась едой от помогать не придерживая стройной девичью фигуру а что случится если ты ее потеряешь станешь мужиком не каким-то чудом дает не подавить не подавиться сдерживая смех это фигура речи а той фигуре тоже приходится бегать по утрам вы всегда так разговариваете как разговаривать как дома это вполне отвечает на мой вопрос а не важно мне трудно сейчас придумать тему для беседы я решаю задать а вот и очевидный вопрос как вы познакомились похоже рим не против если на это ответит эми кто-то в женщинам деле решил что мы прекрасно друг друга дополним пасе поселил на свободе соединение соседней комнаты дополнить и друг друга костюм критов и видимое замешательство именно весело хихикает вместе у нас полный комплект конечности понимаешь а также начал помогать рим собираться по утрам вот и познакомились смысле нельзя ведь помогать кому-то каждое утро одеваться и при этом не подружиться подружиться понятно рим воспользовавшись моментом составляет слово у меня проблемы с рубашками да это скажем очевидно правда типа того до рим никак не доходит на эми во всяком случае вся эта сцена веселит сочетание с искренностью любопытства рим это меня немного успокаивает хотя и не совсем понимаешь у тебя же нет рук так что одевание рубашки попадает в категорию вещей которые тебе трудно ловато делать знаете что лучше мне заткнуться прямо сейчас это убережет меня от кучи проблем в дальнейшем рим задумчивости кивая подозреваю она собирается серьезно обдумывать мои слова понятно так как разговор себя исчерпал я снова приключаюсь на еду она действительно очень вкусная эми доеда 1 и издает довольно сбоку вкуснят на какая пока она возит с пустой коробкой ирина обращается к ней я хочу пить ой я чуть не забыла извини она торжественно вытягивает из сумки 3 пакета сока откуда у нее три пакета и сока уже масса от мне крюквины риндают вроде бы клубничные а себе ставят розовый пакет с каким-то еще рим неловко протыкать пакет соломинкой и начинает пить и вновь я дивлюсь ее гибкости и ловкости но в этот раз вы сдерживаясь от комментарии мне почему-то кажется что эми ри не из тех людей кто задумывается над тем как обходиться со своими засадками особенно рим самом деле она создает впечатление будто ею и вовсе не невдим невдомек что у нее отсутствуют какие-либо конечности другой вопрос сознательно ли она решила игнорировать этот факт или нет я самом деле не уверен ну так что хейса нравится тебе здесь да тут довольно мило люблю высокие места с открывающий вид спасибо что пригласил меня сюда и за еду спасибо имя улыбается яркой как тысяча лампочек улыбка явно довольна моим ответом тебя пожалуйста если заходишь приходи с нами поесть и следующий раз ладно вообще тебе не приготовил но ты можешь привезти свой или не будет но туда не знаю химия изображает обиду пытаясь воспользоваться моей добротой какая навыка есть такой твой ответ то думаю мы свинтан продолжим есть в одиночестве меня внезапно атакует самого души раздирающий чинячий взгляд который я только видел время шутка я пошутил я бы с радостью еще тут поел хорошее место да и компания чего им немного хмурится на моё ничего но кажется довольны тем что я принял ее приглашение полагает мы теперь друзья или хотя бы приятели за ним колка призываешь спускаться обратно рин ты опять не доела гений сильно проголодалась если ты не будешь есть больше то скоро совсем исчезнешь рим пожимать плечами показывать тем самым что готова пойти на такой риск давайте пора уже идти мы вторым спускаемся по лестнице дневные уроки заканчиваться у меня снова нет никаких планов поэтому я направляюсь в библиотеку чтобы вернуть пару прочитанных книг войдя и замечаю что здесь примерно столько же учеников сколько его вторник что подтверждает практически абсолютно тишина царящее помещение поюж ты блин и неожиданность не люблю когда я кладу книги на привалок из-за внезапного выскакивания юка испуганная раздавшийся звуком о прости юка я не хотел тебя понапывать нет нет все порядке такое случается часто я уж привыкла чем я могу помочь все на моем думаю я уже знаю где тут что спасибо думаю прихочу еще пару книжек раз уж я здесь делать особо больше нечего да и после того как я так много прочитал лежа в больнице это стало трудно и трудно искренней привычкой я докажу до дела фантастикой противоположном конце библиотеки осмотрим полки на предмет чего-нибудь поинтересного по дороге заглядываю за угол где прошла сидела ханка не ожидая однако когда-нибудь там увидеть но она там тем не менее к моему удивлению а находится там полностью получено чтением довольно толстой книги я решаю и не мешать как в прошлый раз я продаю а продолжить поиски чтивов подзвучав какое-то время полки я наконец остановлю свой выбор на парочку книг я без колебаниям прохожу прилавку оформляя книги убираю их в сумку и вхожу на выходе покидав здание я замечаю что приближается закат в школе еще остаются ученики но большинство уже за 6 по домам или по общежитиям думаю надо сходить за продуктами не смогу жить все время на столовской еде и питаться на улице когда выхожу к воротам то несколько раз шумно протягиваясь попытки спросить себя накопившую за неделю усталость о выйдя за ворот и завернув залога я замечал одинокую фигуру спускающую слома по направлению города цветы волос и подпуск и поступки между трости ничем не спутаешь я поспешно догоняю что кажется привлекать и вынимаем без всяких слов привет или она немного поворачивать голову чтобы уловить источник голоса и распознавать человека который он принадлежит кисал ага это я он не хорошее память на голоса то что это за она запомнил мой оказывает приятный сюрпризов но помните что тебя сюда приведу она снова отвешивает легкий вежливый поклон а я снова отвечает и тем не успевает заобразить что это необязательно просто иду в город а ты боже боже какое сопровождение идешь туда же да я сюда хожу магазин по пятницам некоторое время она молчит и вдруг обретает потерянный вид и обычно ханка ходит в город со мной а и потерянный просто взволнованный они ведь вроде бы довольно близки удивляюсь что ханка может вот так забыть о лили я видел как она читала библиотеки может я просто увлекла книга она испуска тихий вздох облегчения спасибо у меня есть такая привычка заядлая читательница верно она не любит бывать среди людей и чтение вдали от всех и немного расслабляет хоть и намеренно века не выходил напоминать об этом мне не удается удержаться от такого что сделать кислую мину вспоминаю свою первую встречу с хадока не горя желанием поднимать эту тему я продолжаю молчать пока мы с пуском по тихой дороге тук 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 благодаря отсутствию на дороге машин и тому что ученики ямако остаются все дальше и дальше позади нас сейчас слышим только тихий шерсть листы и размеренные спасутки тройские линии что просто здорово особенно если сравнить эту тишину столкотня и суетой города в котором я жил раньше это настолько умеетворяет что я не ненароком шерпко и громко зевая устал да уж в последнее время совсем с ног сбился это мягко говоря переходя в новую школу сам по себе труден а тут еще такое будем надеяться что все скоро устроиться этот фестиваль все сейчас как белки колесе и мы дел гадил прямо в гуще событий я немного колеблюсь но учитая то как она любит открывать открытность я решаю поделиться с ней своими мыслями относительно всего наверное однако в ямако все по-другому то есть формальности в каждом шагу из изолированное расположение школы не говорю уже о самом удивительном отличие здесь у всех совсем другой образ смышления но думаю что со временем я привыкну она твердительно кивает видимо довольна моим ответом кажется она включила меня в паспом состоящий из учеников которые заботятся включающую класс 3 2 и ханака я не возражаю в любом случае приятно свалить с плечи горы мысли есть положительный момент можно воспринять это как шанс начать все заново тебе стоит ценить возможность вести новых друзей оптимистично думаю что иметь такое позитивный настрой вещь замечательная хорошая трактовка более когда-то мозг закончится мне в жопу от нее уши болят продолжить а наконец-то продолжая идти по дороге она кажется начинает волноваться прежде чем не успеваю поинтересоваться в чем дело она принимает уверенный вид и менять тему а куда ты конкретно собрался пойти в город в городе вопрос на самом деле неплохой хорошо попать и купить еды но я до сих пор абсолютно незнаком с городом я намерялся просто побродить по округе и найти какой-нибудь магазинчик но поскольку закат близится и скоро стемнеет это не на самом не самом-то решение придется мне спросить у нее дорогу опять я собрался купить еды но когда ты спросила и я вдруг понял что не знаю дороги в таком случае это не большая удача я тоже как раз собралась идти в продуктовый магазин кажется тебе снова придется взять меня под крыло спасибо и мы вместе отправляемся в магазин я замедляюсь чтобы держаться ряда по сравнению с моей обычной походкой ее шаги заметно медленнее тому есть причина конечно через несколько минут ходьбы я примечаю нашу цель городок действительно маленький и не теряя ни секунды мы под приветствием кассира заходим внутрь ты не против себя увижу за тобой обычно ханка мне помогает но поскольку я сейчас нет я не знаю о чем она учитывая что она и состоянии прочитать ни одной этикетки поход за покупками без помощи кажется для нее сущей мукой к тому же меня и покидает ощущение что она задумала это сразу как только я сказал что направляет сюда конечно буду рад я беру и стопки ухода пару красных выдавших виды корзинок и протягиваю одной из них лирии опустишь опустив корзинку на пол и кладет в нее портфель складывать трость отправляет ее туда же и берет корзинку в правую руку стоп есть она бой без трости не успешно закончить мысли как она своим тонкими пальцами берет меня за манжету форма ты не возражаешь а нет конечно у меня нет причин отказываться и есть вещи и похоже чем ходить по магазину с симпатичной девушкой держаешься за меня пусть даже и есть необходимости мы передвигаемся между рядов и никто из случайно проходящих мимо покупателей и брови не ведет при виде нас учитывая то как близко находится ямаку для местных жителей наверняка является обычным делом видеть печеньков оттуда каждый раз как мы подходим к очередному ряду я выясняю что ей нужно я беру это а также и это что мне нужно нужно мне и расклады продукты по корзинкам для для них статанка все это обычное дело так мне осталось только хлеб купить тебе еще что-нибудь нужно или нет это все тогда на выход мыслика загнув на крепный отдел мы направляемся к кассам очереди счастья почти нет вскоре мэрс расплатившись вы уходим за дверь пока я не достет и расклада свою дверь я держа обе наши сумки поднимая взгляд ночное небо и пытается выпустить изо рта обочка пара но летняя жара не хочет мне в это содействовать на книзу и рей выправляется быстро протягивает переберет у меня свою сумку ты тоже устала подготовка с фестивалем сущая халос это что сезонно дышит мне зато не очень помогает и она всего старается сегодня организовать лучше сейчас чем позже верно думаю да завтра я буду расслабляться в городе это уж точно наверное подготовка фестиваля сказывается на них обоих обеих мы шагаем по тихой улице с сумками полный покупок беседуя между собой по сути как это что без замечания обычной фигуры приближающей к нам свете луч уличных фонари сначала кажется что этот мальчик из моего класса но как только он а точнее она подходит поближе я сожжу ее знаем рим как у нас мы ее сочетали что ты тут делаешь так поздно рим при поднимать голову пытаясь слушаться внимательно я только остановил что наверное мне стоит описать для нее происходящее это рим по фамилии вроде бы тэдзука из нашей школы услышав имя она напрягается и ее лица обретает сложное выражение нечто вроде сочетание натянутой лодки и мучитель мультинической боли понятно думаю или тоже знать рим рим поворачиваться к нам кажется она абсолютно не в себе я не уверен узнает ли она кого-нибудь из нас или же вообще не отдает себе отчета своих действиях она выглядит как зомби или как статуя статуя зомби но тут в ее темных глазках появляются признаки зарождающего света понимаю она должна как-то отреагировать на свои слова рим моргает очень медленно привет засыпает неловкая пауза каждый из нас ждет пока что кто-нибудь что-нибудь скажет что ты делаешь здесь такой поздний час я не тоже задал себе этот вопрос только что кто-то из прохожей спрашиваю об этом совсем недавно полагаю их интересовал то же самое я не знаю и они не знаю я спрашивал поэтому не интересно вот и вся история это убийственная загадка только без убийства пупли они направляются в ту сторону облачет право демонстрирую направлению в котором ушли прохожие будто это имеет значение потом уволочиться обратно как механическая кукла на замысловатых часах для зомкнутого человека рим использует слишком много слов для описания довольно старостепенных вещей не будучи уверены в том что она закончила я продолжаю молчать как и как или у которой похоже пропал до речи ведь мы просто боимся что ответ может спровоцировать продолжение истории отсутствие реакции с нашей стороны совсем не волнует рим она имеет нас выжидающим взглядом и своя практически ничего не выражает кроме спокойствие такое она похоже человек всегда расслаблено как будто по ее венам вместо крови течет лошадиная доза успокоительного у тебя нельзя хотя не не припоминаю у тебя ничего подобного я думаю дело не в этом ты по прохожие видимо волновались ты действительно выглядишь потерянность стоя там как посреди улице а понятно может быть в таком случае мне следует менять какую-нибудь другую позу я размышляю стоит мне распространяться на эту тему дальше или сдаться ради сохранения остатка на собственного рассудка в итоге склоняясь ко второму варианту похоже что не стоит слишком уж слушаться абсолютно не рим разговор сын похож на игру с шахматы с суперкомпьютером который делать случайные ходы будто насмехать над всеми шахматными правилами здесь тоже самое только взаимодействие идет с человеком и даже победа имеет привкус прелого поражения черт это похоже на рич кензи даже если выигрывает то проиграем это особенно способность девушек на снимок и отбрасываю эту мысль как опасно дальнейшее обдумывание наверное это просто анти женская пропаганда кензи оказывает на меня такое воздействие в минуты слабости да может быть если бы ты принимал другу позу это было сработало так что у тебя нет мысли насчет того что ты здесь делаешь она хмутся явно очень недовольна том или вопросом то ли его последствия то ли ответом который она собирается делать у меня есть кое-какая мысль только не могу сказать что за мысль но хоть какой-то прогресс слова или звучит так будто она обнаружила возможность вывести разговор в нормальную русла я могу сказать что я разделяю и оптимизмом да какая то есть определенно остальные придут позже позже я в это уверен а у меня всегда есть причины последовавшие молчания буквально стирать собери остатки надежды недолго мозга играла и прямая во внимание беспочвенные насколько я могу судить за заверение рим как лучше в такой ситуации поступить мы можем оставить ее наедине с ее с затеями каким бы они ни были но время позднее я не думаю что нас подаловки погладить если пройдут рим стоящий здесь среди ночи она ведь и будет стоять и столько не вспомнишь зачем все пришло как по мне так шанс угадай по что происходило мне в голове когда она решила отправиться на встречу это приключение равные шансы выиграть в батарею несколько раз подряд гриви тоже не необычно молчаливо в этот разговор я был бы рад помощи стороны тем более раз или знакомы с ним ближе чем я но тебе ничего не поделаешь похожая причина ее нерешительности кроется именно в том что она слишком прошу с незнакома но я предполагаю что ты куда-то шла поскольку только не школу есть догадки куда она в шоке округляет глаза и отшатывается в столь не естественно что кажется будто это движение было специально отрепетировано для подобной ситуации ты экстракцион это и не своей инвалидность оригинально нет что с чего ты взяла ты понял что я делал но я снова стал фактор мы недавно шли по этой же улице в обратном управлении магазин если бы ты шла в школу на наши пути бы не пересеклись а она выглядит слегка разочарованы как и кинзи ринг похоже скоро на абсурд абсурдное умозаключение может быть что-то не так с местной водовой я сделал себе заметку на будущее запастись на напитками знаешь у меня уже второй раз на этой неделе спрашивают не страшен свия я действительно задаю такое впечатление им только пожимает плечами в ответ знаешь может быть вернем вернешься вместе с нами школу и им не вмешиваться как раз в тот момент как я спираюсь развенчивать миф о своих своих способностях она кажется весьма обеспокоены вымучена улыбка это плохо скрывает до возможно она пришла к тому же вы ну что и я ради всего общего пока я бросаю бессмысленную тему про экстрасенсов данные права если ты не можешь вспомнить то нет смысла здесь оставаться при раздумать над этим довольно простым выводом затем кивает хорошо полюбия основном проверьте школе потратив из-за этой сцены куда больше времени чем следовало рен идет по краю татуар своей неровной походкой похоже на поместь лунатика с канат ходцем алили держит одну руку на моем плече поступива по земле подпростью тук-шарк-шарк тук-тук-шарк-шарк-шарк не считая этого и отрывочное поступление беседу нас окутывает молчание при этом тишина не такая умилотворяющая как то что было по дороге в город ну что как продвигается фреско нас настигнет невезение никогда не говори о незаконченных в работах я уверена она выйдет право исходно невезение тук-шарк-тук-шарк она не любит говорить об этом а вижу среди вы оказывает на них месту шарк-шарк-шарк холм на вершине которой расположен интернат ямаку в этом месте довольно крутой мы замедляем шаг но я все равно чувствую как учащается мой поиск а дыхание становится все тяжелее почти пришли уже видны ворота помимо этого однако и замечать что пальцы ли немного крепче сжимает на моем плече воспринимав это как знак того что она хочет о чем спросить я подой голос что-то не так или при этом я еле сдерживать чтобы добавить не считая нашего подпучка она кажется колеблется несколько секунд сомневается стоит ли вообще заводить этот разговор но все же начинать его все в порядке порядке о чем ты моя неспособность понять ее невероятно раскрученный вопрос на ли не ставит ее в тупик просто похоже что ты очень встал при этих ее словах я замечаю что мы отдыхали слова невероятно тяжело прогулка в гору меня здорово мало вымотала опять выборы так я не помню какую какой выбор на него я не помню не знаю думай-думай-думай-думай-думай-думай-думай-думай-думай ребята я плиток не я думаю все порядке надо только провести двух последнее время и не лучше форме а это что связано с моим переводом сюда то есть она на мире искать себя обрывать а возможно приняв что проявили и не назойливость но не чуткая интуиция и хоть я не люблю говорить на эту тему брать вовсе ни к чему но мы не против если спрашивать или просто и последнее время немного отходил франка сказал что ты выглядишь довольно здоровым так что я подумал и снова прерывает себя на середине предложения здоровье беспокойство оставляя эту тему ее нахмуренный лоб заставляет мне сказать еще что-то чтобы успокоить ее удивительно что она так деликатно учитывая прямое и открытое отношение к собственной слепоте она видимо понимает что она что она не всем комфортно говорить о таких вещах нет все в порядке у меня думаю лучше всего сказать что сердце мое барахлит ритмии но тогда у меня случился сердечный приступ и я провел большую часть весны в больнице уходил в ямаку по избежание врача она молча певает однако мой отец заставить в рейнах мой тлоп еще сильнее похоже она не знаю как разреагирует учитывая что мы не так уж близко знакомы и не могу ее из-за этого винить у меня у самого такая же реакция к моему удивлению лицо вдруг озаряет понимание поставь так значит в тот раз когда вы сами столкнулись коридоре я криво смехает не думаю что она способна настолько быстро складывать детали в общую картину да наверное я прям такие ходячий книжка и книжная иллюстрация к тому зачем существует правило насчет бега по коридорам мои слова звучат куда холоднее чем я рассчитывал из-за них у или явно пропадает желание развивать тему хоть не хочется у менять ее беспокойство говорить об этом желание тоже нет да боже мой не беспокойся большинство лет не знаю об этом и обнадежно улыбаться не ничего больше не когда мы подходим к общежитиям лина становится прицел перед своей фреской как громко пораженная она была так тихо на на протяжении всей обратной дороги что я почти забыл о ее присутствии сегодня ведь пятница да да пятница 8 июня это плохо плохо почему думаю я прям уход за зародашь и проблюсь возможно и в обратном порядке что-то случилось нет ничего не случилось сегодня пятница и пока ничего не случилось фреска и она закончится воскресенье значит все порядке пластиковые наркотики или машина времени это нехорошо нехорошо значит она отстает от графика вспомнив довольствие сенсорное беззаботное отношение к рим проекту несколько дней назад я не знаю что и думать она не просит она на пользу тебя же говорили есть не справиться совсем к воскресенье в утром рима должен смотреть свой фрескос невероятно подобным видом кстати меня мне нужно немного поработать я смотрю на ней ожидаю что она меняется со мной скептическими взглядами я скачу глаза а потом сознаешь что она это не сделает оставьте меня мы конечно так и делаем чтобы не раздражать ее еще сильнее животе умнее начинает шевелиться нехорошее чувство время определенный талант заставлять людей волноваться за себя она похожа на человека который нельзя оставлять одного можно всех кого-нибудь позвать голос не был будто она вот-вот упадет в истерику или вроде того уверенность не все будет порядке просто она как бы сказать или немного запрокидывать голову пытаясь придумать весь живый способ назвать рим сумасшедшей не вызывая ее сумасшедшей самобытная да весьма самобытная личность да наверное можно и так сказать она медленно хихика кивая в знак согласия извини что не поддержала твою беседу с ней я не совсем я понимаю поэтому держусь подальше значит я был прав или чуть виновата улыбается будто бы сожалея о том что ее несовершенство не позволило есть без истесли я не могу видео винить совсем рили глубоко вздыхает возможно скрывает таким образом зевок допускаю что она также измотана как и и я я наверно пойду отдам продукты ханка спасибо за компанию часа она очаровательно улыбается ли как-то иначе чем обычно несмотря на то что улыбается она часто не глуп точно понять чем именно заключается разница просто по-другому я бы сказал расслаблена но возможно это просто облегчение от того что удалось избавиться от рим наверное могу спокойной ночи передай привет ханка передам спокойной ночи суббота или воскресенье вас закинут мне кажется субботу нас закинут сейчас воскресенье да еще ранова суббота да на вот если будет не урок одноклассники проявляют с красными от недоступными глазами будто работаю всю ночь на пролет когда на потоковку остается один день это неудивительно слава богу страдать нам на уроке только по бы до большой перемены а буду мы ставим хозяева своего времени будто пока чувству стало походкой в поле спас полагая ученики не единственные здесь кто любит весел проводить вечер пятницы не говоря ни слова он корябит на доске номера страниц и вопросов и плюхать за свой стол это совсем не на него и похоже кажется никто из класса не воздражает все молчали ставить учебники принимают за работу не желаю выделяться я поступаю также сад даже всех в классе замкнутыми помимо шуршание бумаги сейчас не слышно ни писка очень стимусе свой клад это что два двами стоят со мной сейчас пустые по какой-то причине меньше и сезона отсутствует возможно они выполнять связано с фестивалем работы в совете весь меньше в классе очень спокойно интересно она то рождение такая шумная или пытаясь или пытаясь разместить отсутствие голоса сицуны такая можно тебя на минутку я так поглощен мыслями о миши что не замечаю как мута подходит моей партии конечно слушаю наверно лучше будет поговорить мне кажется что-то мне это не очень нравится но я встаю как выхожу за ним уже стойкой мута чешет затылок собираясь с мыслями не понимая что происходит я просто их жду расскажу как дела дела я знаю что мод умеет говорить загадками но это переходит все границы ну да просто уже прошла неделя как раз осваиваешься здесь поэтому я и спрашиваю думаю все нормально ясно а как твое состояние пауза перед состоянием кажется намного лишней пока никакие проблем не было поэтому то проскальзать и не облегчение хорошо это хорошо школьный фельдши волновался что ты возможно будет слишком пеноприк перенепрягаться он попросил меня присматривать за тобой когда сам не может понятно я бы попросил чтобы ты не отмахивался от нас несмотря на то что мы пытаемся дать дать тебе уровень образования который ты мог бы получить в обычной школе тебе нужно создавать что у твоих возможностей есть границы наши цель удостоверить в том что ты не понимаешь где твой предел и как увеличить свой потенциал не выходя за него понимаешь к чему я веду наверное смысле я не собираюсь делать глупостей ну думаю до начала уже хорошо тогда перейдем ко второму вопросу как тебе учеба я понимаю что ты довольно долго не занимался мы не слишком далеко ушли нет не думаю я старался не оставать пока лежал в больнице поэтому догнать было не так сложно он задумчивый потус поступает себя по полуородку и поднимает бровь переваривает формацию вот оно как все же остались все же остались еще ученики осознающие важность образования это конечно громко сказано я просто пытался чем-то занять себя сидя в крохотной жизненно поддерживающей тюрьме куда таких вещах оставать нельзя так ведь именно так один неверный шаг в этом мире и ты останешься позади верно да не хотел бы я чтобы такое случилось конечно не хотел бы научно открытие совершать каждую неделю большинство из них ничего не дают просто мам обы обывателям любое из них может стать ключевым на пути к следующему великому открытию я это запомню сейчас очевидно что серьезный сговор мута окончен и он возвращается к своему обычному слегка рассеянному подходу к жизни вспоминая предыдущие разговоры с ним я думаю таким он мне нравится больше он чуть более предсказуем благодаря своей непредсказуемости думаю что сказано было достаточно но вернемся класс от этого предложения я испытываю ничем не соизмеримое облегчение конечно видеть главное верно муты на секунду останавливаться не думаю что когда-либо услышал подобные из уст своих учеников я на гна и задумываюсь стоит мне на это ответить но что-то глубоко внутри подсказали что лучше бы заткнуться вернуться в класс несколько ребят подпрыгивают от звука открывающей двери тут же пытаясь притвориться работающим над заданием некоторые же так и продолжают дремать по ошибков на парте к счастью мута их даже не замечает вернувшись за свой стол он сетт из выдвижного ящика наученный журнал наверное это из нашего с ним разговора классе выставляется также почти полная тишина в которой мы смотрим его оставляли уходя на разговор в комнате витает смешанное чувство усталости и ожидания каждый ожидает либо шанс отдохнуть либо возможности приступить последний фазе правы приготовления на стены часы него отсчитывает время до конца урока пока наконец не звонит кулакова освобождающий от мучения пока вы не уши напоминаю что понедельник жду от вас ответы к задачам все как один вздыхают тут же жила уже жилее а потрачено зря времени на уроке но все же остро ощущать давление более нас не случайных задач кабинет мгновение ока пустеет поскольку все спешат приступить к окончании бригадарии перед праздником я остаюсь пытаясь быстро дорешать задачу чтобы не успокоиться о них остаток выходных потому что завтра фестивай и все такое кроме меня в классе задержат только ханка вероятно ожидающий лили странно что ли идет аж до нашего класса чтобы забрать ханка ей приходится делать укрюк и мне кажется что передвигать по школе для нее все же несколько труднее чем для ханка но это не мое дело поэтому я естественно не спрашиваю ханка об этом несмотря на относительно близости наших мест никто из нас не пытается завязать беседу на какую-нибудь тему и в классе рассоряет мне душа тишина время подходит проходит молчание те 15 минут что мы вот так сидим по ощущениям тянутся гораздо дольше я листаю свою тетрадь ханка рисовать свою книгу грифель моего механического грандаша рассыпается обумабу как раз когда я собираюсь написать абзац звук моего раздраженного вздохла и следующий за ним возня кажется рушит атмосферу карка решительно избегать смотреть мою сторону вскоре я появляется высокая фигура лилии быстро ханка кацет означено того что я позвали по имени чтобы скачать и подбежать к лилии они ненадолго спокойно изговаривать затем не уходят а ханка возвращается в класс и снова садится за парту я краем я краем глаза слежу за ханка из чисто любопытно почему же они разделились пару минут она просто сидит подберев рукой подбородок и уныло вставившись в парту однако скука и одолевает и она снимает рисунку тонкую книжку кстати это не так который как я видел она читал бюджетики должно быть она быстро читает разменять их так часто почему не оставили одно судя по реакции ханка это довольно необычно а точно перед тем как мы спас мы столкнулись и переводит что-то говорила насчет прогулки в город потом об этой прогулке я грешу в окно я грешу на яркое солнце и людей проводящие наслаждающей погодой и мне так хочется по выбраться из школы или хотя бы быстро быстро не сидеть здесь а заняться чем-то другим поддави поддавшись одному из из своих самых злостых пороков лени я решаю что историю лучше изучить воскресенье или пони денег или в любой другой день кроме сегодняшнего с тяжелым вздохом я поднимаюсь с места размышляя не потери потусоваться с киндзе однако он не производит впечатление человека который любит наслаждаться прекрасной погоды на улице друзьями потом как-нибудь свидимся изменив курс мысль я обдумаю идея поговорить с карка когда поворачивается замечает что ее место уже пусто наверное ушла библиотеку надо чем-то заняться чтобы убить время а вот поэтому остановимся это всего я могу сказать вот так в этом месте начинается развилка с рутами пойти на прыгок город это уже или пойти в библиотеку рут ханга на какой выбор и я ставлю для вас кто захочет кого рут увидеть пишите лучшие комментарии а теперь всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и всем пока